Следующее дело. Переходим уже к особенной части налогового кодекса. Сначала к налогу на добавленную стоимость. Здесь вызывает интерес дело Прометес Русь. В чем здесь состоялась суть спора? В том, что налогоплательщик сначала получил аванс по договору купли-продажи, но затем стороны решили переиграть эти отношения и заключили новацию, в результате которой суммы аванса превратились в займ для налогоплательщика. И в данном случае основной вопрос заключался в том, с какого момента налогоплательщик может применить вычет по НДС в связи с данным авансом. Нежестоящие суды полагали, что такое право у лица может возникнуть только после возврата займа. В данном случае они учитывали правила, согласно которым при расторжении либо изменении договора, по которому получен аванс, условием для принятия к вычету НДС является возврат суммы аванса покупателю. Но в данном случае Верховный суд не согласился с такой позицией, посчитав, видимо, что новацию нельзя рассматривать ни в качестве изменения договора, ну, это понятно, но и нельзя рассматривать в качестве расторжения договора куплю-продажа. И поэтому Верховный суд пришел к выводу о том, что право на вычет возникает с момента заключения новации, которая превратила, в общем, сумму аванса в займ. Вообще отмечу, что новирование в отношении авансов встречается достаточно часто, поэтому этот вывод актуален для многих экономических субъектов. По данному делу, в целом, я хотел бы обратить внимание, что действительно по авансам достаточно много встречается споров в связи с налогом на добавленную стоимость. Здесь бы я хотел бы отметить дело «Ноябрьск. Теплонефть». Но в данном случае это дело рассматривалось одной судьей, а именно, по-моему, Павловой. И в данном деле судья посчитал правомерную позицию ниже стоящих судов и налоговых органов. А эта позиция заключалась в том, что, несмотря на то, что впоследствии стороны изменили назначение суммы аванса, несмотря на это, с получением аванса у налогоплательщика не пропадает, что называется, обязанность начислить на данный аванс НДС. Ну, кому интересно, обратятся непосредственно к данному делу. Кроме того, я хотел бы обратить внимание, что действительно то, что вопросы аванса достаточно часто становятся камнем преткновения между налоговыми органами и налогоплательщиками, на этот аспект обратило внимание и правительство, и Минфин, соответственно. И в основных направлениях налоговой политики на 2016 год указывается на то, что в части начисления НДС на аванс необходимо произвести реформу, то есть в определенном смысле упростить данную процедуру. Но до настоящего момента непонятно, каким образом все это будет упрощаться. Но 2016 год только начался. Будем смотреть.